Это был последний прием перед Пасхой у леди Виндермера, и в Бентингхаус собралось больше гостей, чем обыкновенно. Шесть министров при звездах и в лентах приехали с парадного раута от председателя Нижней палаты. Все красивые женщины были в лучших своих нарядах, а в конце картинной галереи стояла сама карлс-руйская принцесса София, грузная дама татарского типа с маленькими черными глазками и поразительными изумрудами. Она говорила на скверном французском языке и невоздержанно смеялась, чтобы ей не сказали. Поистине это было поразительное смешение самых разнообразных людей. Блестящие леди приветливо болтались с ярыми радикалами. Популярные проповедники терлись бок о бок с известными скептиками. Целое стадо епископов следовало хвостом за тучной Примадонной из комнаты в комнату. На лестнице стояло несколько академиков живописи, переодетых художниками, и даже говорили, что одно время столовая была прямо битком набита гениями. Словом, это был один из самых удачных вечеров у леди Виндермир, и принцесса оставалась почти до половины двенадцатого. Как только она уехала, леди Виндермир вернулась в картинную галерею, где знаменитый экономист торжественно излагал научные основы музыки возмущенному виртуозу из Венгрии и заговорила с герцогиней Пейсли. Она казалась красавицей, великолепная шея, будто выточенная из слоновой кости, большие, синие, как незабудки, глаза и тяжелые золотые волосы. Они были огненно-рыжие, не того соломенного цвета, который теперь присвоил себе благородное имя золота, но настоящего золота, из которого сотканы солнечные лучи, которые скрыты в редкостном янтаре. Они обрамляли ее лицо, словно нимбом святой, придавая ему в то же время очарование грешницы. Она была бы любопытным объектом для психологического исследования. Еще на заре своей жизни она открыла великую истину, что ничто так не похоже на невинность, как нескромность. И целым рядом легкомысленных выходок, из которых добрая половина была совершенно невинна, она добилась славы исключительности. Она не раз меняла мужей. Дебрид даже утверждает, что она была.